идем в парк погулять друзья вот если так прям прямо идти то будет океан недалеко а вот отсюда заходим ну имеется ввиду чтобы ты не ездил тут на велосипеде ходил бы пешком об чем плохо на велосипеде видимо есть задумка вот карта парка здесь живность всякая места заповедные и плюс тут еще бабочки монарх может гнездятся не знаю как правильно сказать они тут размножаются грубо говоря повиснут такими гроздьями на деревьях и там размножаются но это когда сезон смотрите друзья на эту громадного размера бесстыдницу она же эвкалипт видимо да вот прямо вспоминается у пушкина русалка на ветвях сидит там правда дуб был в принципе в этом парке две вещи можно делать можно пойти вот видите такая тропа с бабочками монарх вот она там начинается ведь такое деревянное основание и люди вот поэтому деревянным уходят чтобы не дай бог природу не затоптать своими ножищами вот но мы туда не пойдем по-моему сейчас даже не сезонный день в декабре там их много будет бабочек а 2 это вот на пляж идут пошли на пляж так вот чайка до хищная птица чайка однажды она норовила но не это конкретно клюнуть в глаз известную блогершу из флориды и у той был шрам под глазом так приедешь учиться на тестера а домой вернешься со шрамом ну естественно пикничок то это всюду можно но вы даже не представляете какой у них вид там с этого пикничка я к ним подошел стал спиной и вот вы видите что видит эти ребята во время своего пикничка вот вот такое вот видят вот тут народ ведь тоже они все какие-то нарядные я пытаюсь понять какая-то организация там какой-то какая-то там фондейшн вы слышите океан это неудивительно тут до него метров сто меньше не знаю а вот мы подошли к водичке почти да такой живописный камень правда вечер албриджи да такие природные мосты то что левее немножко открыто там был когда-то тоже такой-то он а вот это вы видите мобил хоум парк мы там были когда-то люди вот у которых мобил хоум и смотрят на воду они стоят может быть тысяч там по 100 а так вот месячная стоянка стоит 4 250 в месяц за 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 сервис вот мы видим с пляжем как этот парк выглядит это узкая полосочка такая достаточно узкая может быть до метров не знаю 200 300 и вот в ту сторону от нас уходит в той улице где мы оставили машину чтобы сюда прийти если вы хотите прямо на территории запарковаться там где мы наверху были это стоит каких-то денег там десятку а если на улице встать ничего не стоит я хочу друзья чтобы вы прочитали название этой организации которая тут у них это какое-то заболевание дай бог не знать конечно куда только не заведут тропы туристически настроенного человека друзья здесь есть не могу сказать что здесь много есть троп ну так кое-чего есть грех жаловаться ходит там понимаешь да а потом природа пропадать моя приятельница рассказала не такую историю ее дочка является адвокатом и у них был судебные заседания прошлые выходные у нас был длинный уикенд дополнительный день был выходной и вот один из адвокатов который должен был прийти на слушание появился на работе во вторник да и значит они концу дня пытались дозвониться по всем телефонам никто не отвечает ни дома не мобильные ничего а мужику за 70 мужику за 70 и жене его тоже за 70 и обратились в полицию с просьбой его найти это я вот рассказываю потому что там люди пошли тропом тропом да и оказалось что он вот на это длинный выходной он поехал куда-то вот на такие трейлы но не только он поскольку да он поскольку адвокат и поскольку он такой правильный человек он зарегистрировался что он идет вот по этой тропе мы там есть контрольные отметки где можно приходить и регистрироваться вот сюда зашел все по правилам делать все дела по правилам но кончилось тем что он где-то заблудился вместе с женой вместе женой дело в том что здесь такие же тропы здесь огромные горы леса и вообще концов не найдешь вроде тропа есть а та эта тропа это не парк как этот этот парк микроскопический они вошли значит они заблудились и они три дня были без воды и без еды ой 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 вот ну не третье морда 2 спорта там сегодня выходные может полтора дня но во всяком случае вот то что забили тревогу их сослуживцы привело к тому что выпустили вертолеты вертолеты значит полиция выяснила что они пошли вот на этот район зарегистрировались нашли их машину где она стояла и стали проверять где они последний раз зарегистрировались и вот нашли то место где была последняя точка отсчета и там уже летал вертолеты их нашли была в газете статья мне это напоминает историю известную про мальчик с пальчик который зернышки бросал да они там потерять причем они находясь там горах они в какой-то момент встретили кого-то да и сказали что они заблудились им там люди показали идите туда 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 но они все равно заблудились ну слушайте возраст его не по чину и по возрасту воскать и тренировать но тем не менее вот вертолета мы хотим таскали и нашли в общем вернули домой так что вот такие истории на тоже бывает очень короче маленькие дети их никогда на свете не ходите в америку по трейлам громады в гарантии гулять что там говорить вот здесь у нас горы в сантокрузе да я вот наш витюша да да они пошли с супругой и заблутали 6 часов ходили все-таки они сами вышли 6 часов они не могли выйти с того места куда зашли недалеко отсюда это правда да вот собственно мы тут погуляли и уже уходим и я хотел вам показать на закуску вот такую группу деревьев которые стоят тут на границе кусочек леса ну можно так сказать они как бы технически не входят в парк да не так забором тут выгоражены да очень красивые ну что друзья спасибо за то что вы были с нами в нашей прогулке это как обычно даже можно не напоминать счастливо друзья до новых встреч